Эта монументальная арка при въезде в Тегеран единственный сохранившийся символ низвергнутой монархии. Ее называли Шахьят, память Шаха. Беглый тиран оставил о себе совсем рядом и другую память. Эти трущобы городской бедноты. Тысячи людей живут здесь до сих пор. А поблизости возвышаются недостроенные дома, принадлежавшие шахской элите. На поте и крови миллионов иранцев жирел не только режим Пехлеви. Западные банки и корпорации, обосновавшиеся в Иране, получали здесь 400-500% прибыли на вложенный капитал. Вскоре после иранской революции, которая вымела Шаха и лишила его американских друзей и миллиардеров благодатных условий для ограбления Ирана, Вашингтон объявил этой стране экономическую блокаду. США заморозили иранские финансовые активы, прекратили поставку зерна, запасных частей и оборудования для иранской промышленности. Недавно под давлением Вашингтона к частичным экономическим санкциям против Ирана подключились и страны европейского общего рынка. Энеристические державы и прежде всего США стремятся взять Иран измором, поставить его на колени. Отказ ряда западных фирм поставлять Ирану детали и запчасти, необходимое сырье, уже привел к увеличению трудностей в экономике страны. Сократилось промышленное производство, выросло число безработных, резко подскочили цены на товары первой необходимости. В Иране среди руководителей и населения растет убеждение в том, что необходимо покончить с экономической зависимостью страны от заграницы. В 20 километрах от столицы расположен крупнейший в этом районе автосболочный завод Иран Националь, построенный много лет назад английской компанией Хилман. Этот завод выпускает легковые автомобили Пейкан, которые пользуются широким спросом в стране, автобусы и другие машины. На предприятии трудится более 11 тысяч рабочих, техников и инженеров. Это опытные специалисты, занятые в одной из современных отраслей иранской промышленности. Экономический шантаж Запада затронул и завод Пейкан. Производство здесь сократилось на одну треть, ведь 35% всех деталей, в основном двигателям автомашин, возятся из-за границы. В сборочном цехе завода Иран Националь мы встретились с директором завода Шейхуль Исламом. Наше предприятие, выпускающее различные типы автомашин, было национализировано в прошлом году. Это стимулировало производственный процесс. В то же время, в связи с угрозой экономических санкций со стороны западных держав, возникли немалые опасения и трудности. Мы решили создать запасы сырья и запчастей в случае ужесточения экономической блокады Ирана. Сейчас мы стремимся наладить производство импортируемых деталей внутри страны. Многие иранские предприятия выразили готовность начать производить для нашего завода необходимые запасные части. Предстоит нелегкая работа, говорит директор завода, чтобы избавить нашу страну от экономической зависимости. Продолжение следует...